Дорогие братья и сестры, святитель Григорий Двояслов, который жил в VI веке, рассказал такую историю из своей личной жизни. Когда он был игуменом монастыря, однажды после смерти одного из монахов его кири нашли золотые монеты. В те времена найти золото у монаха после смерти считалось большим преступлением этого монаха. Поэтому Григорий Двояслов в назидание для всей братьи монастыря приказал этого убиршего монаха похоронить за воротами монастырского кладбища, без креста, без отпеваний, а те золотые монеты, которые были найдены у него в кири, бросить на его тело. Это, братья и сестры, было назидательным для всех монахов. Интересно, что такая же подобная история была еще раньше в египетской пустыне. Там также, когда нашли у одного умершего монаха золотые монеты, точно так же с ним поступили. В древности считалось недопустимым, чтобы у монахов было золото. Никаких золотых вещей монаху недопустимо было иметь. Более того, когда человек, будучи даже большим богачом, уходил в монастырь, он должен был оставить все свое имущество. Монах означало нищий. Человек, который добывает кусок хлеба собственным пропитанием, собственными руками, трудом собственным. Делая корзины, веревки, какие-то другие рукоделия. Кто-то книги переписывал, кто-то шил плащаницы и другое. Монахи трудились своими руками и этим зарабатывали на кусок хлеба. Но зарабатывали скудные деньги, как раз, чтобы и хватило на кусок хлеба. А ни в коем случае не золотниться. Когда богатые люди предлагали богатые пожертвования для монахов, как правило, они все отказывались. Однажды один старец принял такую жертву. Думал помочь какому-то нуждающемуся, или больному монаху, или какому-то другому нуждающемуся человеку. Ему во сне явился ангел и сказал, посмотри вокруг. Старец посмотрел и увидел огромное поле, заросшее терниями, сорняками. И ангел сказал ему, жни. Старец сказал, как я могу это все сжать? У меня и сил не хватит. И эти страшные колючки, у меня все руки будут в крови от этих колючек. Ангел сказал, жни, ты взял золотницу этого богача, взял от него пожертвование, так теперь работай. Вымаливай прощение его грехов. Старец проснулся и понял, что он сделал на себя подвиг высшей меры. Он обратно отнес деньги этому богачу и сказал, рассказал ему это видение. И сказал, я не могу брать на себя такой большой подвиг, вымаливай твои деньги. Пожалуйста, лучше раздай эти деньги нищим. Ихние молитвы будут тебе более полезны, чем мои. Монахи отказывались от дорогих пожертвований, от дорогих вещей, от дорогих украшений. Никакого золота у монахов никогда не было. Тем более, каких-то золотых крестов, золотых вещей, драгоценностей и тому подобное. Дорогих вилл, дорогих колесниц, конницы. Не было это у монахов никогда в древности. Но, братья и сестры, с течением времен начали появляться богатые монастыри. Но история нам показала, что в тех монастырях, где были богатства, в тех монастырях, где было убранство, были, братья и сестры, даже такие монастыри, которые владели деревнями, поселками, селами, которые на них работали. Были целые поля, угодницы. Даже были монастыри, которые имели свои пивоварни, свои трактиры. Братья и сестры, до такого даже докатилось, было это в истории. Но среди жителей этого монастыря, этих монастырей, среди монахов, братьев, не было ни одного святого человека. Братья и сестры, это печально и грустно. Были такие грустные страницы в истории. Но теперь посмотрим на светлые страницы. Те, которые жили в нестержании, те, которые жили в служении истине, правде, ища нищеты, веры и любви, даже подражая Христу, не имея где главы подклонителей. Вот те и вставали святыми. Итак, братья и сестры, в истории монашества было всякое. Но святость мы видим конкретно у тех, которые отказывались от богатства. И никаким образом богатство для монахов оправдать ни в коем случае нельзя. И таким, братья и сестры, мы видим, что вся наша жизнь должна быть углаждением Бога. Когда человек принимает монашество, он дает три обета. Первый – нестяжание. То есть у него не должно быть никакого богатства. Второй обет – послушание. В священном начале послушание, в первую очередь, своему старцу, у которого он постригается. Своему, как бы, духовному отцу. И третий обет – это безбрачие. Что он никогда не будет иметь никаких отношений телесных. Ни с женщинами, ни с мужчинами у него не будет брака. Братья и сестры, еще одна интересная история из древнего потеряка. Один монах, молодой, который только собирался жить по-отшайнически, по-монашески, пришел к преподобному Антонию Великому и спросил его. Отец, дай мне наставление, как мне жить по-монашески. Как мне уйти в монастырь? С каким сердцем нужно принимать монашеский постриг? Антоний Великий сказал ему, поди, вернись в свой город, купи мясо, мясо привяжи к рукам, ногам к себе и тогда приходи ко мне, я дам тебе наставление. Когда этот монах так сделал и шел из города к преподобному Антонию с этим мясом, то собаки бездомные напали на него, искусали его всего. Монах еле-еле вернулся к живым, прибежал к преподобному Антонию и показывает ему раны, которые у него остались. Преподобный Антоний сказал ему, запомни, тот, кто хочет быть монахом, должен избавиться от всего мирского, иначе бесы съедят. Подобная история приключилась в Оптиной пустыне. Когда приходили люди и просили благословения у преподобных отцов оптинских, говорили, хочу быть монахами, преподобные отцы говорили им, пожалуйста, отрекись от своего имущества, оставь все в миру, раздай нищим, бедным, так, чтобы у тебя ничего не осталось. Потому что если у тебя что-то останется, ты не выдержишь в монастыре, при любом искушении, испытании, ты убежишь с монастыря к своим деньгам, своему имуществу, к той легкой жизни, которая у тебя была до монашества. Итак, братья и сестры, монашество и золото несовместимы. Монашество и богатство несовместимы. Монашество и роскошь несовместимы. Если и было это в истории церкви, то эти монахи святыми не становились. Братья и сестры, дадает нам Господь Бог, духовников, наставников, старцев, молитвенников и истинных подвижников, которые будут нам богат пример любви и верности Богу. Аминь.